Если бы они назвали войну войной и начали бы действовать по правилам международных, по правилам ведения международных войн, то в этом случае и мы могли бы какие-то применять контрмеры в соответствии с этими условиями, понимаете, на международном уже уровне. Это был бы совсем другой подход. Вот вы опять путаете совершенно разные вещи. Применение силы в отношении мирного населения запрещено в исламе абсолютно точно. Бомбардировка города или населенного пункта в том случае, когда там укрепился враг и ты бомбишь своего врага, это не преступление. Целенаправленная бомбардировка, целенаправленные удары по мирному населению, по мирным объектам, это преступление. Брат, под ником Брат написал, ассаламу алейкум, марш вогл, это я вместо митрандиры Ирландура отправил. Митрандир Ирландур, тебе сейчас надо будет что-нибудь оригинальное написать. Тебя опередили. Максимус, ассаламу алейкум, тумсуа. Ты подтверждаешь слова своего брата о том, что если бомбардировка США ядерными ударами это преступление, то катапульты пророка, вы знаете, в Аллах и приветствую, это еще большее преступление. Алейкум ассаламу араматалабаракаду. Мой брат сказал не так, подведи точно, приведи цитаты моего брата, и эти слова я подтверждаю. Мой брат сказал, что если то, что запрещено делать в войне за ресурсы и так далее, то, что является преступлением в войне за ресурсы, за власть и прочее, это тем более является преступлением в борьбе за единоборие. Это я подтверждаю. Это абсолютно верные слова, так как преступление, если ты что-то сделаешь, если что-то запрещено в борьбе за власть, и это является преступлением, то как можно это преступление завершить в борьбе за единоборие? Если бы русские назвали войной войну 1994-1996 года, то бомбардировка Грозного не была бы военным преступлением. Когда что-то называется войной, допустим, если официально объявлена война, то действуют правила ведения войны. Если это не называется войной, соответственно, не могут действовать правила войны. Что касается бомбардировок городов, здесь очень важно понимать, что бомбардировка города или населенного пункта в том случае, когда там укрепился враг, и ты бомбишь своего врага, это не преступление. Целенаправленная бомбардировка, целенаправленные удары по мирному населению, по мирным объектам – это преступление. И ни в какой войне, ни в объявленной, ни в небообъявленной, ни в контртеррористической операции, ни в наведении конституционного порядка – это не будет нормой, это везде будет преступление. Поэтому целенаправленные удары по мирному населению являются преступлением. Такие удары, как по центральному рынку 21 октября 1999 года – это преступление. Целенаправленное убийство людей, как в алдах, в самашках, когда просто при зачистке убивают ни в чем не по минусам, женщин, стариков или даже мужчин из категории несражающихся – это тоже является преступлением. А если бы была объявленная война, и просто наносились бы удары по врагу, при этом в этих ударах не было бы также и мирное население, это не было бы военным преступлением. Но, разумеется, мы бы это расценивали как жесточайший акт, за который мы требовали бы возмездия. Но военным преступлением это бы не являлось. Совершенно верно. И это не Тумсо придумал. Это таковые международные правила. Ассаламу алейкум, Тумсо. Что думаешь о видеоблогере из Финляндии Мусе Ламаеве Низам Тиви? Хотелось бы увидеть ваш совместный стрим. Алейкум ассаламу алейкум. Я знаком с Мусе Ламаевым. У нас с ним нормальные отношения. Мы с ним, кстати, делали даже как-то совместный эфир в Инстаграме. По-моему, в 2018 году Мусе Ламаев, человек, прошедший очень жестокие пытки в республике в начале нулевых. Он был и в РОВД, и в ОРБ. В общем, испытал на себе все ужасы российской оккупации. И мы с ним как раз тогда делали эфир. Он рассказывал о всех подробностях. Как его задерживали, как его пытали, как его судили, как отпустили сюда. У него очень такая непростая и в то же время интересная, конечно же, для нас история познавательная. Но Низам Тиви, насколько я знаю, этот канал не Мусе Ламаева, это канал Анзора Масхадова. Мусе Ламаев, по-моему, просто выкладывает там ролики. Возможно, они как-то совместно ведут этот канал, я не в курсе. Отношение к Мусе Ламаеву, конечно же, уважительно. В борьбе за власть убивают людей это преступление. В борьбе за единобожие убийство человека тоже преступление. По вашей логике получается, что да. Убийство человека, оно является преступлением, если это происходит не по праву. По праву же убийство человека происходит в случае войны, в случае решения суда. Соответственно, если идет война, неважно она идет на каком основании, за что она ведется. Если идет война, то убийство во время войны является правомерным. Но только убийство сопротивляющихся сторон. То есть, когда одни военные убивают других военных. Это является правомерным убийством. Не является правомерным убийством, когда целенаправленно уничтожается гражданское население, уничтожаются посевы и подобного рода действия. Это, конечно же, является преступлением. Это является преступлением и во время войны. Будь то за власть, будь то за территорию, за влияние, за что угодно. И тем более это будет преступлением в войне за единобожие. В 1994 году в Грозном были боевики. По-твоему, российская армия была права, получается, что бомбила? Вроде бы ответили же на этот вопрос. В 1994 году Россия не признавала это войной. Они называли это наведением конституционного порядка. Соответственно, правило ведения войны здесь не действует. Здесь действует правило наведения конституционного порядка. Для России это была как бы ее территория, это был субъект России, это были граждане России. И они уничтожали таким образом граждан России. Во время наведения конституционного порядка не используется авиация, не используется военная техника. Там должна использоваться полиция. Там должен использоваться спецназ, полицейский максимум, ФСБ. Но ни Министерство обороны, ни внутренние войска тем более. Или наоборот, внутренние войска еще могут в таких ситуациях задействоваться, но Министерство обороны никак. Значит, Пашали в 99-м году ударили ракеты по боевикам, но там умерли и мирные люди. Это тоже не военное преступление. Значит, еще раз отвечаю на этот вопрос, надеюсь, последний раз. Сейчас ни первая, ни вторая война в Чечне, ее Россия не называла войной. Россия называла это наведением конституционного порядка в первом случае, контртеррористической операцией во втором случае. Поэтому ни на что из этого не может распространяться правило ведения войны. Соответственно, все то, что они делали тогда, является преступлением. Они не имели права применять, с их точки зрения, это был субъект России, это были граждане России. И они не могли применять авиацию, тяжелую артиллерию, танки и прочее. Там максимум должен был работать, должна была работать полиция, полицейский спецназ и внутренние войска. Это максимум. Но ни в коем случае не Минобороны. И, соответственно, правила ведения войны там не распространяются. Я надеюсь, этот момент мы усвоили и давайте к этому больше не будем возвращаться. Так, на зеленый айфон с опозданием. Поясни свои слова о том, что бомбардировка мирных людей не преступление. Я такого никогда не говорил. Бомбардировка мирных людей, целенаправленное убийство мирного населения, гражданского населения, является преступлением, будь то во время боевых действий, будь то во время контртеррористической операции, будь то во время наведения конституционного порядка, или как бы ты это ни назвал, это будет преступлением. Целенаправленно убивать гражданское население нельзя. Однако, если идет война и противник в каком-то населенном пункте или городе укрепился, и он сопротивляется, ведет с тобой войну, если ты будешь применять против него, допустим, артиллерию, и при этом, при уничтожении своего врага, также погибнут и мирные люди, это не будет военным преступлением. Это ситуация, которую мы будем осуждать. Мы будем по этому поводу высказывать свое недовольство, но военным преступлением это не будет. Человек не будет за это наказуем уголовно, преследуем. Ядерный удар – это огонь, который уничтожает все живое и неживое. Катапульта – это просто камень или ядро. Огнем нельзя по исламу убивать, так что ты ошибся. Разница между войной, которую вел Пророк, и войной с ядерным оружием есть. Значит, на тот момент катапульты – это было сегодняшнее оружие массового поражения. Это сегодняшняя артиллерия, пушки, это сегодняшние установки град, это сегодняшнее ядерное оружие в том числе. Катапульта – это то средство, которое не избирательно. Это средство массового поражения. И когда запускали катапульту в город для удара по противнику, она также могла убить и мирных людей, оказавшихся в зоне поражения. Поэтому это является оружием массового поражения. И если ты со мной в этом не согласен, то ты не согласен не со мной. Ты не согласен с Пророком, миром и благословением Аллаха, который применил эти катапульты. Ты также не согласен и с международными правилами ведения войны. Поэтому это как бы претензия не ко мне. Я здесь ничем не могу тебе помочь. Ядерный удар был нанесен не по праву, катапульты применялись по праву. Понимаешь разницу, а ты и твой брат заявляете, что нет никакой разницы. Нет, ни я, ни мой брат не говорим вообще о правомерности применения ядерного оружия. Это предмет спора. Здесь речь идет не об этом. Мы говорим, что на тот момент это соответствовало правилам ведения войны. И что никто, мировое сообщество, не обвинило в военном преступлении Америку за эти удары. Правомерность их применения, целесообразность их применения, это предмет спора по сегодняшний день. И тогда это было предметом спора. И, наверное, люди до судного дня будут спорить о правомерности этого применения, о целесообразности применения этого ядерного оружия. Здесь мы можем спорить, мы можем иметь одно мнение, можем иметь другое. Как бы не в этом суть. Суть в том, что катапульты мы привели в пример, когда этот иллюзионист сказал, что вы посмотрите, говорит, они говорят, что бомбить артиллерией города это, мол, не преступление, вот такие вот они люди. И вот тогда мы на это им ответили тем, что пророк Мухаммад использовал катапульты и бомбил города. И это не является военным преступлением ни в шариате, ни в сегодняшних правилах, международных правилах ведения войны. Вот что мы сказали. А по поводу этого удара, именно ядерного, здесь у меня нет претензий к людям, которые говорят, что это, допустим, нецелесообразно, что это было, что можно было обойтись без этого, что это привело к большим жертвам. И в общем, это мнение, оно мне знакомо, и я, конечно, придерживаюсь иного мнения в этом вопросе, но у меня нет претензий к этим людям. Это их право, это их мнение. Асаламу алейкум, пророк использовал катапульты для разрушения стены, а россияне, бритиши и прочие убийцы-мусульман просто стирают с лица земли города вместе с населением. Будь добр, не ставя на одну ступень нашего пророка и вандалов, применение силы в отношении мирного населения запрещено в исламе. Асаламу алейкум асаламу, вот вы опять путаете совершенно разные вещи. Применение силы в отношении мирного населения запрещено в исламе абсолютно точно. Это запрещено и в правилах ведения войны, международных правилах ведения войны. Это тоже запрещено. Целенаправленное применение силы, целенаправленное уничтожение мирного населения – это преступление. Приказ не оставлять никого в живых – это преступление. Когда идет, например, наступление на город и отдается приказ никого не оставлять в живых – это преступление. И это прописано в конвенциях сегодняшних введений войн. Конечно, это преступление. Но ты говоришь совершенно о других вещах. Ты говоришь, что пророк использовал катапульты для разрушения стены. Пророк, мир и милый усилий Аллаха. Это ложь. Ты лжешь, и эта твоя ложь, она ставит в неудобное положение выдающихся имамов и сахабов. Потому что имам Шафир говорит совершенно иное. Он говорит, что нет проблем в применении этих катапульт, даже если он говорит, что при их применении погибнут пленные мусульмане и даже дети. Понимаешь? Он не говорит о стене. Все прекрасно понимают, что идет обстрел этого города из катапульт, как сегодня идут обстрелы из артиллерийского оружия, из пушек, из гаубиц, из установок град. Понимаешь? И это совсем иные вещи. Это нецеленаправленное уничтожение мирного населения. Это война с противником, который укрепился в городе. И в этом городе, возможно, есть также и мирное население. Обычно в такой ситуации дается коридор для мирных людей. Говорят, так, 48 часов для того, чтобы мирные люди вышли. Если вы за этот промежуток, те, кто за это время не выйдут, останутся в городе, они будут уничтожены вместе с противником. Потому что другого выбора нет, понимаете? Это таковы правила ведения войны. Но целенаправленное уничтожение мирного населения является преступлением. И тут я с тобой полностью согласен. Но не возводите ложь на религию. Не говорите, что это применялось только для того, чтобы разбить стену. Ну, это же ложь. Ведь имамы говорят вам о том, что это не так. Ведь имамы ссылаются на действия сахаба Амра ибн Аль-Аса, который применил катапульты против Александрии. Они вам говорят о том, что жертвы среди мирного населения в такой войне не являются преступлением. А вы начинаете возводить ложь. Вы начинаете интерпретировать это. Это была стена там и прочее. Нет, это не была стена. Это были удары по городу, по крепости. В 1994 году мы были гражданами Ичкерии, а не России. И как ты сказал, даже если бы они назвали это войной, это было бы преступлением. Это мы были гражданами Ичкерии. Это наша позиция. Тут я с тобой согласен. Но они это называли не войной, а наведением конституционного порядка. Они называли нас гражданами России. И поэтому то, что делают они, это является преступлением. Если бы они назвали войну войной и начали бы действовать по правилам международных, по правилам ведения международных войн, то в этом случае и мы могли бы какие-то применять контрмеры в соответствии с этими условиями. Понимаете? На международном уже уровне. Это был бы совсем другой подход. Но они не называли это войной. Поэтому здесь мы не можем, на них не распространяются правила ведения войны. Это является преступлением. Но если бы, но если бы назвала войной эти бомбардировки, не были бы преступлением. Если. Ответь на этот вопрос, как ни называй, фактически это была война. Фактически это была война. Поэтому это и было преступлением. Понимаешь? Потому что они войну назвали как-то иначе, но стали применять военные правила против нас. Поэтому это и есть преступление. Поэтому в этом и лицемерие. Поэтому мы и говорим, что нет, здесь мы никак не согласимся с тем, что это правомерно. Нет, это не правомерно. Хотя здесь мы, когда, допустим, военные российские убивают наших военных, мы ведь не говорим, что это военное преступление. Мы говорим, что сражающиеся стороны убили друг друга. То есть здесь мы не говорим, что это преступление. Но когда они убивают мирное население, мы говорим, это преступление. И Россия, она просто столько совершила преступлений в Чечне, именно целенаправленное уничтожение мирного населения, что тут не приходится вообще как-то рассуждать о правомерности их действий. Ну просто не приходится. Чего стоит один удар по центральному рынку крылатыми ракетами? Чего стоит только это? Чего стоят самашки? Чего стоят алды? Конечно, это все преступление. Но если бы мы вели бы войну, которую Россия называла бы войной, мы бы сражались, и в этом случае мы бы укрепились бы в каком-то городе, и они бы нас осадили, и применили бы против наших военных артиллерию, и при этом погибли бы также и мирные люди, это не было бы военным преступлением. Мы бы, конечно, все равно это осуждали бы, и мы бы стремились к тому, чтобы за это отомстить, но военным преступлением это бы не являлось. Как не являлось бы военным преступлением, если бы у нас, допустим, была бы крылатая ракета, и мы бы направили эту крылатую ракету в Кремль, и ударив по Кремлю, случайно погибли бы туристы, находившиеся тогда в мавзолее Ленина или на территории Красной площади. Вы понимаете, мы бы не совершили бы военное преступление, потому что это был бы целенаправленный удар по политическому руководству противоборствующей страны, объявившей нам войну. Поняли логику? Я, кстати, не сомневаюсь, потому что если бы у нас было бы подобное оружие, наши лидеры давно бы его туда запустили. Привет, Тумсо. Допустимо ли использование оружия массового поражения, ядерное, хим- и биооружие в военное время? Про гаубицы понятно, но они не ОМП. Мне кажется, ты путаешь ОМП и обычные бомбардировки. Нет, я это как раз таки не путаю. Это просто здесь люди немножко спутали эти темы, потому что мы, обсуждая вопрос нанесения ядерного удара по Хиросиме Нагасаки, уже перешли к гаубицам и артиллерии. А произошло это потому, что на мое заявление о том, что применение именно артиллерии во время войны не является военным преступлением, это правомерно с точки зрения ведения боевых действий, правила ведения боевых действий, на это мне ответила кадыровская пропаганда тем, что вот, мол, они такие вот люди, грязные трусы, что они допускают применение артиллерии в городах против противника. И на это я уже ответил, приведя слова имама. И здесь поэтому получилась такая каша. На самом деле, я еще раз говорю, вопрос применения ядерного именно оружия, это вопрос дискуссии, правомерно это или нет. Нет, мы можем об этом спорить. По поводу химоружия и биооружия, сегодня есть вообще запрет на применение такого вида вооружения. Поэтому, конечно, здесь это мы вообще туда не относим. Но химоружие и ядерное оружие, я бы их тоже не стал ставить их на одну плоскость, то есть это все-таки ядерное оружие, это больше подходит к артиллерии, к подобного рода вооружения, так как это все-таки уничтожение именно огнем, в отличие от химического оружия и биологического оружия. А так, в целом, как я сказал, вопрос ядерного оружия, это вопрос дискуссии, именно применение его в Хиросиме и Нагасаки. Это вопрос дискуссии. Однако, я также, я думаю, и вы со мной не будете спорить, что если бы ядерное оружие считалось бы военным преступлением, то его сегодня не должно было быть в мире. Но оно есть. Если оно есть, значит, в случае войны оно готово к применению. А раз его готово применить, значит, это не считают военным преступлением, увы. И это претензии должны быть не ко мне, а к мировому сообществу. Ты хочешь сказать, что Пророк, саляму али-васалям, убивал мирных людей? Нет, я так этого не хочу сказать, я не говорю. Если ты имеешь в виду про целенаправленное убийство мирных людей, то нет, этого я не говорю. Но во время войны при уничтожении противника могли ли также погибать и мирные люди? Я тебе говорю, да. Это говорю не я, а это говорят тебе имамы этой уммы, это тебе говорят хадисы из нашей религии. Да. Это есть. И от этого никуда не деться. Я тебя поддерживал на твои оправдания убийства мирных жителей и убийства наших братьев и сестер недопустимый Тумсор. Мусульманин, я не знаю, где ты увидел оправдание мирных людей, тем более братьев и сестер. Я не знаю, где ты это увидел. Но я хочу вот подобным тебе людям сказать, если как бы вы не согласны с тем, что это правомерно, использование подобного оружия, артиллерии, во время ведения войны против города, в котором также могут быть и мирные люди, но при этом есть враг, когда ты уничтожаешь врага, но при этом может погибнуть и мирное население. Никогда ты целенаправленно убиваешь мирных людей. Я еще раз подчеркиваю, не приписывайте мне ни в коем случае того, чего я не говорил. Целенаправленное убийство мирных людей – это преступление, величайшее преступление. Но если ты утверждаешь, что при ведении боевых действий с врагом, когда ты применяешь против него артиллерию, и при этом погибает там также мирное население, может погибнуть, могут погибнуть мирные люди. Если ты говоришь, что это преступление, то ты должен сменить эту религию. Потому что это преступление, о котором ты говоришь, то, что ты называешь преступлением, его, получается, совершал пророк Мухаммад, мир и мой, буду с вами Аллаха, его совершали сахабы. Это об этом говорили имамы этой уммы и говорили о правомирности таких действий, о допустимости таких действий. Значит, вы обвиняете в преступности их. В этом случае вам просто нужно менять свою религию. Но даже поменяв свою религию, я не знаю, куда вы денетесь от мирового сообщества, потому что даже сегодня в мировом сообществе это международные правила ведения войны. Мне кажется, ты ошибаешься, говоря, что ядерные бомбы и катапульты это одно и то же, как тут заметил один брат, как минимум убийство огнем запрещено исламе. Я не сказал, что ядерное оружие и катапульты это одно и то же. Я этого не говорил, как можно сказать подобное. Но я говорю, что это относится к подобному виду вооружения. Так-то гаубиц, артиллерия, это тоже уничтожение огнем. Так, на всякий случай это тоже огонь. Но кто из ученых говорил подобное, о чем говорите вы? Никто не говорил подобное. И, кстати, говоря, катапульты, как применение катапультов, в том числе, эти катапульты применялись и с огненными ядрами, когда запускались поджженные вот эти ядра для того, чтобы возник пожар. При ведении воин это все допустимо. Я вообще не понимаю, вот когда мы сталкиваемся с подобного рода вещами, я вижу, насколько все-таки велик уровень невежества в нашем обществе. Поразительные вещи у нас люди говорят. На самом деле это настолько очевидно, это использовалось и используется по сегодняшний день. Использовалось всегда и используется и сейчас. И никогда никто из имамов не говорил то, что говорите вы. Все согласны с тем, что ни в коем случае нельзя уничтожать мирное население. В исламе даже запрещено уничтожение посевов. Пророк Милиум Исанья Аллах когда отправлял куда-то походу, он говорил, ни в коем случае не уничтожайте посевы, не убивайте тех, кто не сражаются с вами. Здесь идет речь о целенаправленном уничтожении посевов, о целенаправленном уничтожении мирного населения. Но если во время войны, допустим, представьте себе город, в котором есть сады, там есть прекрасные посевы, представляете? И вот вы подошли к этому городу, а там враг укрепился. Давайте представим, что всех мирных людей оттуда вывели, дали коридор, они все ушли. Но посевы остались. А посевы тоже запрещено же уничтожать? Неужели вы считаете, что теперь нельзя долбить этот город из катапульт, допустим? Конечно, можно, потому что это не целенаправленное уничтожение посевов. Это уничтожение врага, при котором пострадают также и посевы. Такое же положение имеет и мирное население. Когда ты его целенаправленно не уничтожаешь, когда ты даешь им шанс уйти, даешь им коридор, но они не уходят, они остались там, ты не несешь ответственности далее за их жизнь. За их жизнь и дальше уже несет ответственность их сторона, то есть те, кто с тобой сопротивляются. Когда на нас падали бомбы, нам было все равно, называют они это войной или нет, это было преступление. Да, безусловно, для нас это было преступлением. Даже если бы они называли это войной, для нас это все равно было бы преступлением. Конечно, тебе на голову падает бомба, ты в любом случае этому не рад. Я поэтому тебе говорю, мы-то в любом случае к этому отношению не изменим, и мы будем стараться за это отомстить. Но с точки зрения религии, с точки зрения правил ведения войн, подобного рода действия в войне преступлением не являются. Я лишь говорю простые истины, а не то, как к этому отношусь лично я. Это уже другая совершенно тема. А бомбардировки Афганистана это преступление или Ирака или Сирии? Бомбардировки Афганистана, Ирака и Сирии кем? Сейчас с войсками НАТО ты говоришь, или ты говоришь о войне в Афганистане при Советском Союзе? О чем идет речь? Это первый вопрос. Второй вопрос. Бомбардировка именно чего? Каких-то городов конкретно? Это понимаете, я не разбираюсь в конкретных вопросах. Я не могу сказать, а вот там был город, там он назывался так-то, его вот такого-то числа бомбили, так-то вот это будет преступлением. Я не знаю, друзья, я могу лишь рассказать о правилах в целом, а вот уже конкретно, конкретный случай его должны рассматривать там компетентные люди, это не ко мне. В целом, я говорю, правила такие, и вы опять, вы пытаетесь со мной об этом спорить, но это не со мной надо спорить, спорьте тогда об этом с исламом, я имею в виду с религией, спорьте об этом с международным сообществом, предъявите обвинение ООН, скажите, почему Нюрбинский трибунал не осудил нацистов за бомбардировку Лондона, почему? Сепаратист, это как понять, это оскорбление, сравнение пророка с кафером недопустимо, у них были разные мотивы, не сравнивая их. Абдулла, дай Аллах тебе разумение, чтобы ты мог просто понимать, что такое вообще сравнение, что такое аналогия, как выявляются какие-то положения, хукмы, вещей, чтобы ты мог это понимать. Как ты можешь в вопросах сравнения, применения какого-то вооружения говорить, что идет сравнение пророка, мир ему, благословение Аллаха с неверующим. Что за бред? Здесь идет речь о боевых действиях, об оружии, о применении этого оружия, а не о посланнике Аллаха и неверующих людях. Это вообще разные вещи. Джон, а допустимо ли, если в крепости враги поджигать эту крепость, даже если там мирные жители? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, именно по поводу поджога. Я так понимаю, что здесь речь идет, наверное, с точки зрения ислама, ты говоришь, допустимо ли ее поджигать. я не знаю, это надо спросить у знающих людей, знающих религии, что они скажут по поводу именно поджога. Но я скажу одно, применение оружия, такого оружия, как артиллерия, град или катапульты, когда они запускаются с зажженными ядрами, они в итоге могут привести к тому, что этот город или эта крепость сгорит. Но здесь видите, вопрос в целенаправленном поджоге, это уже другой вопрос. Поэтому здесь нужно спросить у знающих, здесь я не рискну ответить на этот вопрос. При всем моем уважении к тебе, я вижу в твоих словах ноту радикальности, как будто ты испытываешь неприязнь к русским. Я русский, и мне неприятны люди, сидящие в управлении моей страной. Возможно, как и тебе, солдаты, лишь пешки, и ты сам это должен понимать, не они принимают решения. Я полностью с тобой согласен, и у меня нет никаких ноток радикальности, как ты говоришь, и я не испытываю никакой неприязни к русским, абсолютно. Ни к русским, ни к каким-либо другим народам. То, что тебе неприятны сидящие в управлении страной люди, это мне понятно, но вот когда ты говоришь, что солдаты это пешки, и вот здесь я думаю, что наши с тобой мнения расходятся, потому что к этим солдатам я испытываю такую также неприязнь. Я, конечно, понимаю, что они пешки, безусловно, но они являются врагами. Солдаты это враги, это вооруженные силы вражеского государства. Они не подобны мирным людям, поэтому к ним другое отношение. Не нужно их припитать к этому, какими бы они хорошими ребятами не были, какими бы молодыми они не были, пока они являются вооруженными силами России, они являются врагами. И здесь не может быть никаких разговоров о том, что они белые и пушистые. Придя на нашу землю, они являются нашими врагами. Эти солдаты пешки, они приходили и уничтожали мой народ. Солдаты вермахта тоже были пешками. Это вопрос не ко мне, он видимо задает, а тому, кто назвал российских солдат пешками. Это они оккупировали мое государство. Это они солдаты пешки пришли к нам ранним утром 23 февраля, посадили нас в товарные вагоны и отправили в казахские степи. Так что да, они выполняли приказ, да, они пешки, но они при этом враги. А к людям, к русским людям у меня нет никакой неприязни. Кавказскую войну все называли войной, в том числе и русские. Российская империя закидывала села ядрами, уничтожая абреков вместе с мирными людьми. По-твоему, такие убийства сотен тысяч чеченцев тоже не преступление. Я уже устал говорить на эту тему, снова и снова говорить мы не можем, я скоро начну вас игнорировать. Дорогие друзья, я вам рассказал о том, как, каково положение применения подобного вооружения против городов, в которых укрепился враг, даже если в этих городах может находиться мирное население и при применении этого оружия это мирное население тоже может пострадать. Я вам объяснил положение этого вопроса с точки зрения религии, я вам объяснил положение этого вопроса с точки зрения международного сообщества. Мне больше нечего к этому добавить. Индивидуальные вопросы конкретно вот там применяли применили если бы применили бы это уже сами подумайте об этом сделайте свои выводы но если в целом вы говорите что это является преступлением то вы идете против ислама вы идете против международного сообщества все на этом я надеюсь мы закончим иншал Тумсо ты любишь говорить про ищкерию но когда она была ты же был еще молод и вряд ли помнишь все как оно было на самом деле ты идеализируешь ее уверен что если вернуть к жизни сейчас чудом всех ее лидеров то ничего хорошего не будет вернется тот хаос и ужас ищкерии это утопия но я бы ответил на твой вопрос если бы ты не сделал ложное утверждение сказав что я идеализирую ищкерию это ложь я никогда не идеализировал ищкерию я всегда говорил о проблемах в этом государстве о том что не нужно идеализировать что мы у нас перед нами были задачи по преодолению очень тяжелого периода мы должны были нормализовать жизнь но мы нам не дали этого сделать поэтому я не буду далее отвечать на эту тему так как ты привел ложное утверждение некоторые думают что на войну идут цветами а вместо гранаты кидают конфеты война это не свидание война там люди умирают совершенно верно о заявлении иллюзиониста где он говорит вот вот такие говорят они люди трусы грязные из-за того что я сказал что применение артиллерии против города в котором укрепился враг это правомерно это не является преступлением из-за этого он назвал нас жестокими трусливыми и грязными людьми и отвечая на это я ему показал положение его слов с точки зрения религии так как он назвал получается трусливыми жестокими и грязными людьми он назвал посланника Аллаха мир ему и благосление Аллаха сахабов да буди довольными всеми Аллах выдающийся имаму нашей умы вот вот что я сказал и это вопрос не ко мне это не я сравниваю это надо вопрос задать кадыровцам неужели они называют такими словами грязными трусливыми и жестокими людьми неужели они называют пророка мир ему сахабов и имамов нашей умы тебя радует обращение Анзора который грязно оскорбляет чеченских женщин я не могу сказать что мне нравится форма и отдельные высказывания Анзора но в целом то что он говорит меня это радует меня радует что пусть даже вот так в такой форме пусть даже мы будем не совсем согласны но в целом что люди говорят это меня радует меня радует что Муса Ламая ведет деятельность на канале Низам выкладывает ролики мне нравится что Анзор выкладывает ролики мне нравится то что Анзор Масхада выкладывает старые ролики времен войны вот все то что делает сегодня наш народ мне это нравится когда когда есть высказывание этого мнения есть критика мне это нравится Шудечич Анзор не чеченских женщин оскорбляет ты не путай кадыровская шваль и да нас очень сильно радует когда он вас таким образом уничтожает так все таки по твоему когда в Кахпасской войне которую все называли войной чеченские села где были абреки вместе с так все мы закрываем эту тему так как здесь я так понял что есть люди которые в танке и до вас довести эту информацию я не смогу я не психолог я не могу часами с людьми говорить об одном и том же я думаю что далее вам уже нужно идти к психологу поговорить с ним на эти темы саламу алейкум ты мудр как дудаев смел как масхадов умен как басаев и отважен как садулаев лебу тебя брат брат алейкум 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 брат иллюзионист назвал лживыми и трусливыми тех кто оправдывает ядерные удары по хиросиме и нагасаки и убийства мирных жителей разве не так это было нет это было не так это было не так и хорошо что эти слова я выложил у себя в своей вырезке к ним можно вернуться он назвал таких как я лживыми жестокими и трусливыми людьми за то что я сказал что применение артиллерии против укрепившегося в городе врага это правомерно и он даже процитировал эти слова вы послушайте что он говорит он говорит что применение гаубиц и артиллерии против городов когда могут также погибнуть и мирные люди это нормально вот такие он говорит они лживые и жестокие и трусливые люди здесь не было речи об ядерном оружии хотя тема начиналась вообще с этого изначально саламу алейкум саламу алейкум до саляму алейкум автор саламу алейкум за бред саламу алейкум за сума жене в они они алейкум